Что евреи могут есть, что не должны есть? Перечень чистого и нечистого. Ну, птицы или то, что летает, то, что ходит по земле и то, что в воде находится. Давайте поговорим сейчас несколько слов о вещах, которые связаны с этим. Первый вопрос, почему так? Раввины очень часто задают этот вопрос, почему такие правила? И христианские теологи тоже много размышляли над вопросом, почему именно эта пища? Несколько причин. То есть, например, можно сказать, что животное отображает какой-то характер. Типа, хищники считаются нечистыми. Также здесь присутствует идея полноты или святости. Например, животное, которое раздвоенное копыто и которое жует жвачку. Но если только раздвоенное копыто или только жует жвачку, то оно не разрешено в пищу. Может быть, это тоже то, чего мы можем научиться. Потом вопросы, связанные со здоровьем. Некоторые животные, они просто вредны, как бы, для здоровья. Например, среди рыб. Те, которые имеют панцири, то есть там лобстеры, креветки. Они питаются на дне, и поэтому они не очень полезны для здоровья и употребления их пищи. Может быть, 25 лет назад, около того, я ночью услышал одну христианскую программу. И там было сказано, что люди, которые питаются свининой и вот такими вот морскими продуктами, то у них очень повышенный риск заболеть раком. Но, как бы, не чрезмерно, но все равно есть такая последовательность. И вы, наверное, знаете, что если едите свинину, которая хорошо не приготовлена, через нее, ну, передаются легче болезни всякие. Люди мне говорили, которые разбираются, что если смотришь под микроскопом на кусок мяса коровы, телятины или свинины, свинина портится намного быстрее. Там заводятся быстрее насекомые. Ну, сейчас, конечно, намного меньше людей, которые болеют недожаренным, ну, из-за того, что едят недожаренное мясо или хорошо неприготовленное. Но вот, например, когда я жил в Кливленде, у меня был друг, а его сестра жила в Швейцарии. И она съела недоготовленное мясо свинины. И получила триконосис и почти умерла. Что она получила? Триконосис. Что ты получишь от плохого мяса. Ну, какую-то болезнь, от которой я чуть не умерла. То есть, есть очень даже явные и понятные причины, почему так установлено. Есть также еще один фактор. То, что отделяло Израиль от других народов. Принцип такой, что если не едят вместе, то это очень эффективный способ держать людей, как бы, отделенными от других. И раввинов во всех этих размышлениях и дискуссиях, они, как бы, исследовали каждый закон. Почему именно такой закон дан? И для некоторых они дают очень рациональное объяснение. Но есть определенные, я забыл слово на иврите. И которые означают, что, ну, потому что так есть. Так Бог сказал. И их понимание было такое, что должны быть какие-то вещи определенные. Нужно хранить определенные правила только потому, что Бог так сказал. Потому что если хранить заповеди и правила только потому, что мы согласны с этим. То есть, если соблюдать только те правила, с которыми согласен и которые понимаешь, что тогда кто такой Бог. Ну, типа, что вы сами можете посчитать себя Богом, если все понятно и все знаете. Что касается кашрута сегодня или закона о чистой пище. Иудейский кашрут сегодня больше, чем то, что написано в Левите. Есть стих, который повторяется дважды или трижды. Написано, что не нужно варить козленка в молоке матери его. Всякий раз, когда стих или идея повторяется дважды. Один из принципов интерпретации, которые пользуются раввины, гласит, что нет повторения, нет копирования. Если что-то сказано однажды, это все, что нам нужно. Если написано дважды, то это уже по другой причине. И, то есть, одно из объяснений, которые дают раввины, это то, что нельзя смешивать молочное и мясное вместе. То есть, например, в Америке после употребления в пищу молочной молока, то после этого нельзя употреблять мясо в течение часа или полтора. После мяса нельзя есть молочную еду в течение пяти или шести часов. В некоторых европейских странах там чуть-чуть меньше времени. То есть, здесь как бы включен также какой-то местный обычай. И, как бы, у ортодоксальных евреев есть как минимум два приема пищи. Два набора, то есть один для молочного, другой для мясного. У некоторых религиозных евреев есть как бы вот эти вот отдельная посуда специально для Пасхи, для Песха. То есть, если что-то является некошерным, да, то есть слово для этого это треф. То есть, это нельзя есть. И евреи, которые проходят контроль в аэропорту, например. И на контроле часто просят, чтобы открыли багаж. Есть как бы четыре вида плохих зубов. Я охранник? Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Вставная челюсть. Ага. 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 у человека четыре пары этих, ну, четыре челюсти, в общем. И охранник, например, спрашивает, а почему у вас аж четыре набора челюстей? И человек говорит, я еврей, иудей. Одной парой я ем только молочное. Другой я ем только мясное. Третья пара, ну, третья челюсть это только для Песоха. Ну, человек говорит, хорошо, все понятно, а четвертая для чего? Говорит, ну, иногда я еще вот этот трейф ем для этого челюсти, для того, что нельзя кушать. Окей. Итак, поговорим о кашируте сегодня для евреев, которые верующие. есть определенные постановления в Новом Завете, которые могут рассматриваться так, что теперь евреи могут есть все, что угодно. Одно в Евангелии, там, где говорится, что Ишуа сделал теперь всю пищу чистой. Но обратите внимание на вопрос. Речь идет не о типах еды, которую они ели. Там вопрос о том, что есть традиция омовения рук. И когда Ишуа говорит, что вся пища теперь чистая, но он имел в виду, что она не грязная была. А свинина не рассматривалась как пища для евреев. Понимаете? Это не означало, что теперь там апостолы сорвались и начали свинину кушать. Второй момент, когда у Петра было видение, что там пища спустилась с небес, помните? И он услышал голос небес, заколи и ешь. А Петр говорит, что я никогда не ел ничего нечистого. То есть, до сих пор он соблюдает кушрут. И у него несколько раз было такое видение. И потом приходят к нему посланники от Корнилия, и он должен идти туда, к нему в дом. И Бог говорит, что иди с ними. Здесь речь идет о том, что он никогда не был в доме нееврея, то есть, язычника. То есть, в те дни визит кому-то домой означало, что тебя там будет кормить. Это было частью гостеприимства. Но Господь попросил Петра, чтобы он пошел к нему к Корнилию в дом. И когда Петр как бы отчитывался в Иерусалим, он написал, что он ел свинину? Нет. А что же он говорит, что Бог ему объяснил, показал? Что нельзя называть людей нечистыми. То есть, это было отныне было нормальным посещать дома язычников. И еще кое-что об этой истории. Новый Завет называет Корнилия человеком, который боялся Бога. это такой очень технический термин. Не означало, что этот человек был просто религиозным. Во время, в период второго храма были неевреи, которые ходили в синагоги. они не были полностью обращенными в иудаизм, но они сознательно и добровольно исполняли определенные законы. Два самых важных из них были кашрут и шаббат. И поэтому Корнилий не ел этот трейф у себя дома. И то есть, это видение расширило представление Петра. И через это он получил пояснение, что дружба с язычниками была нормальной, но не евреями. Что Евангелие призвано, чтобы достигать и не евреев тоже. И в жизни Павла, например, 15 глава деяний. Там большие споры и дебаты. По поводу того, должны ли не евреи обрезываться и соблюдать полностью Тору. И ответ был, нет, не должны. Но они должны были соблюдать законы по Ною. И прочтите внимательно 15 главу деяний. Я такого не заметил, даже когда 10 раз читал деяний. вот это письмо, которое направляет апостолы, которым написано, что не нужно все соблюдать, конкретно обращено к язычникам в Антиохии. А евреи дальше продолжают соблюдать Тору. И включая, что нельзя есть вот это нечистое. И я считаю, что и сегодня евреи не должны есть нечистое. А что по поводу язычников? Правило такое, что они могут есть? Должны или нет? Я знаю, я слышал однажды одного очень известного учителя, христианского авторитета, который сказал, вперед, можете есть все, что угодно. Может, вы умрете побыстрее, но ничего страшного. не знаю, или в этом вся суть. Есть такое движение одного закона. мессианского мира. И это как бы движение вокруг мессианского мира, и некоторые мессианские верующие в этом двигаются тоже. они считают, что весь закон одинаков и для евреев, и не евреев без различия. Я так не верю. Я вижу, что Новый Завет конкретно говорит, что это не так. Но если вы здесь и вы не еврей, если в мессианской общине, но не еврей, я думаю, это разные вещи. если вы не еврей, но в мессианской общине, но значит сознательно просто включайтесь в жизнь этой общины. То есть это мое мнение. question. What about if we come to a house of some person and we have only food that is not clean like? Here's what I would say. That's a matter of your conscience. Your conscience before God. So ask the whole group. Я задал вопрос. Что делать, если пригласили в дом, и там и угощение, и там еда в основном не чистая? И первое, что бы я сказал, это здесь вопрос личной совести каждого. Можно попробовать не есть? Если вы можете так мягко сказать, что я не ем, это потому, что я еврей, но это то, что мы можем делать. Может быть, будет такой случай, что это будет обидой для хозяев. ну и вообще не едите или чуть-чуть только поедите. Я думаю, что дело именно в совести каждого. что будет большей обидой? Это верующий? Если это верующий, то он должен понять. верующий, с которым из-за этого возможно придется не будет разрыв, то есть не получится говорить. Я знаю верующих евреев, которые действительно вот так настойчиво могут отказаться. я слышал историю о миссионерах из штатов, которые служили в джунглях Мексики. И индейцы там предложили кровь. Я думаю, что вообще даже ни один христианин не должен никогда пить кровь. Постоянно в Библии говорится о том, чтобы не пить кровь. Ну, это как бы вот эта заповедь уже она больше такая, она более важная, чем просто не ешь то и то. Есть еще какие-то вопросы по этому поводу? мы будем продумать? А, did they drink blood? What? He did. А, да. Да, он выпил кровь, но я бы не сделал. если бы я его встретил, я бы ему сказал, что это просто издевательство такое, и нужно все равно делать определенные рамки. там служение прошло очень сильно, очень много чудес, исцеления, воскрешения были. но мое мнение, что все равно вот это было ошибкой. 13 по 15 главу о проказе лишаях всяких термин вот этот проказа в Библии он более как бы такой глубже, чем просто медицинский термин, обозначающий проказу. но это как бы всякая болезнь, которая выходит из тела. То есть нужно к этому относиться так, понимая эту глубину. люди, имеющие проказу, они отделялись от всего общества. говорится о ритуалах очищения, о том, как там лучше становилось, сколько времени нужно было ждать. А, если там также говорится о том, если есть плесень в доме, определенные процедуры для этого. Потому что это вещи, которые распространяют болезни. Первый раз, когда я приехал в Одессу в 95-м году, в Антарктике, гостинице Антарктика, я не знаю, что. Антарктика готел. Is it still there? Anyway. We've never heard about it. Oh, maybe it's not there anymore. It should not be there anymore. Во всяком случае, ее уже не должно быть. После того, что я там пережил. It should not be there. In America, the building would have been condemned. It would have been to tear it down. But this was, you know, just a little bit after the Soviet Union. But this was, you know, just a little bit after the Soviet Union. a on the wall. on the wall. It was so you would get under the water. So, you would get under the water. And you would get under the water. Please, God, don't let me touch anything. And you would say, вот эта проблема тоже потом пятнадцатой главе говорят о всяких там истечениях из тела там а месячных женских что там с мужчиной после того после секса об очищении после всяких этих вещей это вообще ну явно видно что это законы отделения но также законы которые помогают сохранить здоровье вернемся но перейдем к новому завету помните когда фарисеи говорили что перед каждой едой нужно мыть руки то есть они взяли законы которые даны были священником и пытались внедрить это для каждого человека потому что священник должен был мыть себя перед тем как совершал жертвы а раввины как бы рассматривали каждый прием пищи как жертву и поэтому нужно было мыть руки в большин ну большей части современной истории евреи жили как бы в условиях которые по санитарным нормам были превосходили те то как жили люди рядом поэтому они меньше болели и поэтому когда иногда болезнь распространялась или эпидемия благодаря благодаря тому что евреи часто мыли руки то они не болели так часто и что случилось люди в церкви сказали это вина евреев из-за них мы болеем посмотрите они не болеют так часто как мы но потому что просто христиане не понимали я думаю что в девятнадцатом веке в вене доктор шел из морга и не мыл руки а потом как бы но с детьми с новорожденными занимался я забыл как имя этого доктора но он видел как это доктор точнее видел как люди так делал другие врачи и он говорил но посмотрите что вы делаете мойте руки перед процедурами вот этими разу никто не знал тогда еще о микробах и люди смеялись над ним ты ненормальный и этого врача даже выгнали из больницы но он открыл как бы частную практику и его дела шли намного лучше и потом все это поняли шестнадцатая глава о том что должно быть сделано в этот день говорится о при приготовлениях священников священник должен был определенным образом одеться омываться и должен был определенные жертвы приносить за себя потом за израильский народ алтарь должен был быть очищен и и вот этот в этот день он мог входить святое святых единственный день году чтобы окропить кровь окроплять кровью жертвы и у него должен был быть вот фемиам чтобы когда он входил в святой святых чтобы было облако 17 стих говорит нам о том что не должен чтобы 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 он не умер в 14 стихе говорится что должно быть покропление 7 раз кровью и в скине не должно быть никого когда он заходит туда представьте один год это происходит то место где на божье присутствие и но на бога нельзя смотреть и идея заключалась в том что нахождение божьем присутствии очень опасная вещь интересно что в дальнейшей истории израиля в стопе священника первого священника привязывали веревку с колокольчиком когда он заходил чтобы если он умрет никто больше не мог зайти почему появился такой обычай потому что скорее всего однажды вот этот первый священник умер и на на щиколотках у него были золотые колокольчики чтобы слышали что если колокольчики звенят значит он ходит и представьте себе вы стоите снаружи и слушаете и вдруг все затихло понятно что иногда священнику нужно было останавливаться чтобы кропить кровью ну все там но представьте себе как это вообще выглядело когда первый священник умер как вообще решалось кто зайдет внутрь и вытащит его тело хотели бы вы таким быть человеком ну и поэтому вот эта веревка такая длинная была хорошей идеей это происходило раз в год потом нужно было взять брать двух козлов одного приносили в жертву в скине и кровь его ну раскропили а на другого первосвященника возлагал руки исповедовал весь грех израиля и кто-то брал и провожал этого козла в пустыню и традиционная история говорит так тот кто провожал водил этого козла в пустыню так подталкивал его чуть-чуть чтобы он пошел представьте себе что этот если этот козел действительно олицетворяет весь грех израиля что означало что если этот козел берет и возвращается в город помните перед этим говорил о сознательном грехе как же прощался вот этот сознательный грех сейчас перерыв